Нам осталось рассмотреть два вещественных типа, float и double. Они отличаются друг от друга размером и, соответственно, точностью, с которой хранится вещественное число. Float занимает 32 бита, double — 64 бита. Вещественное число представляется в памяти в виде плюс-минус m умножить на 2 в степени e, где m называется мантисой, а e — экспонентой. Количество битов, отведенное под знак мантису и экспоненту, приведено в таблице. У данного представления вещественных чисел есть много любопытных деталей, однако вдаваться в них мы не будем. Сошлюсь просто на стандарт IEEE 754, в котором все это подробно описано. Вещественные числа можно записывать в программе несколькими способами. Помимо простого и понятного формата, есть также экспоненциальный, где задается мантиса и экспонента по основанию 10. Расшифровать эту запись можно следующим образом. Также есть 16-ти ричный формат записи, где мантиса представлена в 16-ти ричной системе счисления, а экспонента в десятичной, но по основанию 2. Это расшифровывается следующим образом. Этот экзотический формат нужен для тех редких случаев, когда важно с точностью до бита специфицировать значение, которое будет храниться в памяти. Вещественные литералы по умолчанию имеют тип double и требуют переменную соответствующего типа. Литерал типа float можно получить, приписав числу в суффикс f. Также бывает суффикс d, позволяющий явно указать на тип double. Например, так можно сделать из целочисленного литерала вещественный. Над вещественными числами можно совершать все привычные арифметические операции. А также не очень привычные. Например, брать остаток отделения. А вот побитовые операции не поддерживаются. Впрочем, оно и к лучшему, потому что представление вещественных чисел в двоичном виде очень нетривиально. И пытаться сделать что-нибудь при помощи побитовых операций было бы гарантированным способом выстрелить себе в ногу. В арифметике вещественных чисел есть некоторое количество граблей, о которых надо знать. Первые грабли. Деление конечного числа на 0 дает бесконечность. Либо плюс бесконечность, либо минус бесконечность в зависимости от знака делимого. Бесконечность это корректное значение типа float и double. Никакой ошибки при этом сгенерировано не будет. Над бесконечностью можно продолжать делать арифметические операции. Их результат будет соответствовать здравому смыслу. Например, сложение бесконечности с любым конечным числом это также бесконечность. А деление любого конечного числа на бесконечность это 0. Вторые грабли. Деление 0 на 0 дает специальное значение нам, что означает not a number. То есть вроде бы и число, но его значение не определено. Нам получается и в других случаях. Например, при сложении плюс и минус бесконечности или умножении 0 на бесконечность. Любые арифметические операции над нам будут также давать нам. А еще нам обладает уникальным и парадоксальным свойством. Он не равен самому себе. Еще пара граблей связана с ограниченной точностью. Например, почти для любого вещественного а можно подобрать такое вещественное ε больше нуля, что а плюс ε равно а. То есть прибавление какого-то числа не меняет значение переменной. Или второй пример. Возьмем какую-нибудь десятичную дробь, которая точно не представима в двоичном виде. Одна десятая прекрасно подойдет. Прибавим одну десятую десять раз. Мы не получим ровно единицу. Результат будет близок, но из-за погрешности не равен единице. Поэтому вещественные числа обычно сравнивают не оператором равно-равно, а проверяют, что модуль разности двух чисел меньше какого-то маленького ε. всего.